Что сегодня? Какой подарок, Таня? Где наш подарок? Где? Где он? Я хочу вам сказать, что есть подарок на самом деле, это новая точка отправки. Я поздравляю вас с тем, что вы стали членом Ассоциации промышленников и предпринимателей СОРОВ. Наконец-то! А бумажку? Значит, официально у нас такой порядок, что вручается свидетельство о членстве на ближайшем заседании Ассоциации. То есть надо дождаться? Надо просто дождаться, да, уведомления. Не подстава никакая твоя. Да нет. На камеру пообещала. Нет, ну мы вас включили. Ну я вообще не привыкла слова на ветер бросать, потому что предпринимательство этого не прощает. На этой хорошей новости пойдем писаться. В Сарове прошел первый вкусно-фест, несостоявшийся визит президента и крафтовое пиво могут запретить в России. Это соседский Wi-Fi, с вами Петр Смирнов и Александр Самофал. Александр, приветствую. Интернет облетела новость, и не только интернет, но и практически все федеральные СМИ о том, что с 2021 года могут запретить крафтовое пиво. Ты вообще знаешь, что такое крафтовое пиво? Да, крафтовое пиво сейчас, наверное, половина, да, кто дома делает. Домашние, короче. Ау, вот такой звук, да, домашний. Нет, на самом деле решили внедрить новый регламент Евразийского экономического союза по безопасности алкогольной продукции. Такое вот страшное словосочетание. И ведь оно есть, да, то есть, ну, люди делают такие сообщества, которые охраняют, можно сказать, нас от определенной контрафактной продукции. От контрафактной продукции. И как бы все позадумались, а что, все, крафтовое пиво, то есть там его не нашлось, мимо места, значит, а раз его нет в регламенте, то как бы не должно быть вообще. На самом деле нет. На самом деле просто он меняет параметры производства пива, пивосодержащие или как это основа, на основе пива. Понятно, то есть сейчас будут любой крафтовый пиво, можно добавить какие-то ингредиенты. Я думаю, скорее всего, быстрее добавят в заводское пиво что-нибудь более дешевое из ингредиентов и сделают его еще дешевле. А по крафтам пива… А вот сейчас другая аудитория на себя. Оооооу! Сейчас другие бессмыслы, другие дешевле, еще дешевле, кто-то подошел в публике, говорит, что там где, 30 рублей? Скорее всего так, потому что, смотри, история какая, если сейчас порог несоложенного сырья 20%, то можно будет до 50%, а порог сахара до 2%, то можно будет до 5% сахара использовать. То есть, соответственно, это сильно удешевляет рецептуру традиционного, будем так говорить, заводского производства пива. Соответственно, оно будет гораздо дешевле, то есть нас, по сути, ожидает снижение цен на пивных прилавках. А крафтовое пиво, его, к сожалению, этот регламент не коснется, потому что там совершенно иные рецептуры, нежели заводские. И оно от этого и сильно дороже, если ты знаешь, то оно стоит гораздо дороже. Естественно, что в разы дороже, если не на порядке вообще. Червонцы. Да. Поэтому, конечно, когда человек выбирает между пиво за 30 рублей и пиво за 300 рублей, ну, естественно, как бы его выбрать... Ну, это смотря какой человек. Ну, или, действительно, там, если крафтовое пиво, оно не попало под регламент, то есть его никак, я так понимаю, в перечисление оно нигде не указывается. Да, да, смотри, перечисляется в регламенте. Соответственно, подпадает чуть ли не автоматически под контрафактную... Нет, не попадает. Не попадает, а просто не попадает под этот регламент. А, под регламент. И, смотри, получается, 4 категории, значит, пиво, пиво пшеничное на пшеничном солоде, пиво специальное с добавками и пивные напитки не крепче 7 градусов с долей пива не менее 40%. И оно, получается, никак не попадает. По идее, даже пшеничку, пшеничное, да, пиво на пшеничном солоде, можно сказать, что это крафтовое пиво, потому что оно не классическое, это не ячменный солод, не ржаной. Ну, и в итоге вот те, кто готовит, варят это крафтовое пиво, что это значит? Ну, по сути, экономически пострадают, потому что классическое пиво, оно подешевеет из-за использования более дешевого сырья, а крафтовое пиво, оно так и было дорогим, так и останется. А аудитория может выбрать все-таки более дешевое. Более дешевое. Да, да, да. Ну, пиво есть пивом, да, то есть кто-то экономически выгодно, кто-то, наоборот, обрадовался, аудитория какая-то... Сами выберут. Сами выберут, что они хотят, более качественный или более какой-то дешевый продукт. Но это не самое главное. Самое главное у нас все-таки, наверное, ожидание всего города. И в прошлой программе мы обсуждали многие вещи связанные с этим. Анонсировали. Анонсировали, да, вроде... Подготовку. Подготовку к этому событию. И многие ждали, наверное, с этим с нетерпением. Но, к сожалению, встреча не состоялась. С Элявим. Да, может кто-то расстроился, кто-то готовился к этой встрече. Ну, слушай, ну, я тебе хочу сказать, народ у нас в городе очень мнительный. Даже его приезд умудрились как-то осмыслить, не приезд, не приезд, умудрились не осмыслить, что якобы недостойно ехать сюда. А, вот, тоже такая была те же. Что, да, не настолько хорошо, чтобы сюда ехать. Но, на самом деле, я тебе скажу так. Конечно, он ехал в Нижний Новгород на форум России «Спортивная держава». И это был основной его пункт программы. И сюда он, условно говоря, мог заехать, мог, как показалось, мог и не заехать. И в Нижнем-то его ждали чуть пораньше, где-то в районе 10-11 часов. А приехал он только полтретьего. Просто, естественно, банально не успел. Ну, бывает, но все-таки это... Поэтому ничего экстраординарного. Президент Российской Федерации – это не тот человек, который может... Никакой паники, все спокойно. Да, все, все хорошо. Расходимся. Нет, ничего не случилось, все нормально. Просто свои определенные дела. Задержки. Задержки. Особенно таких лиц, первых лиц страны, может все, что угодно произойти. Поэтому не переживайте, если кто-то приготовил цветы, оставьте их на... У меня, кстати, вот такой вопрос к себе. Вот если бы ты его встретил, ну так, просто мимохода на улице, что бы ты его спросил? Мимохода на улице? Ну, просто ты идешь мимо, да, Владимир Владимирович, да, Путин. Что бы ты его спросил, вот прям такой, знаешь, что для тебя архиважно узнать у президента? Я даже не знаю, не представлял себя в такой ситуации. Селфи попросить, ну, как-то банально. А что такого? У тебя есть селфи с президентом? Нет, ну, вдруг кого-то есть. Ну, будет, ну, будет. Просто это такая возможность, да, это уже жизнь. Я думаю, здесь нужно заготовить этот вопрос заранее. Подумай об этом. Заранее, чтобы вдруг идти и бац его вот так вот просто в лоб и... А пока ты думаешь над своим вопросом, давай посмотрим, что ответили нам люди на улице, которых мы спросили, чтобы какой бы вопрос... А вот они молодцы, они уже... Какой бы вопрос, да, они были более подготовлены, чем ты, какой бы вопрос они задали президенту Дашу вперед. Когда в вашей стране можно будет нормально жить? А ты бы что-нибудь спросила? Ну, пожелала бы дальше так успешно работать. Счастья пожелали бы, здоровья, долгой жизни. Ну, наверное, спросили, каковы бизнес там, ну, или что-нибудь еще. А для города что-нибудь бы попросили, чтобы он сделал? Ну, да, что-нибудь... Как бы побольше времени общего. Ну, да, чтобы школу мы побыстрее заканчивали и, допустим, детские сады какие-нибудь еще построила, чтобы... Поговорил, ну, каково это быть президентом. Попросил бы поменяться с ним на линейке. Я бы, наверное, просто подошла, пожалала бы руку и сфотографировалась с ним. Я бы сказал Путину, когда мне зарплату повысит. Ну, как бы нормальным людям, когда зарплату повысит, хорошую. А что нас беспокоит? Пенсии? Чтобы она была приличной, чтобы можно было на нее прожить, не задумываясь о завтрашнем дне. Для себя квартиру, потому что мы живем в общежитии, возможности купить нет. Я бы ему предложила исполнить такое его указание, чтобы дети войны, которые во время войны родились, получали некую компенсацию не на местные деньги, а на федеральные. Потому что у нас нет и не предвидится такой льготы. Что-то маленькие пенсии у нас. Пока, не знаю. То, что он делает до страны, все хорошо, но как бы до пенсионеров, то есть что-то все меняется. Если не каждый год, то раз в пять лет. Это уже становится невыносимо. Для города чистоты и культура, а ему здоровье. Детских площадок больше, где дети можно развлечься. А у нас их сейчас мало? Да, мне кажется, больше, как в Нижнем, чтобы сделать. Здоровья ему пожелать. Пусть живет долго, работает усердно. Ну и не забывает наш археоценея. Ну вот видишь, кто-то про проблемы, кто-то здоровья и удачи желать хочет. Кстати говоря, видишь, неподготовленный, как и ты, фотографируется. Ну это, наверное, все-таки, я говорю, сам распространенный, да, сделать фотографию. На самом деле, наверное, есть фотографии с Владимиром Владимировичем, наверное, на каком-то форум-саммите, да, то есть когда рядом стоят. Ну а вот так вот, чтобы селфи, по крайней мере, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то умудрился это сделать. Ну, в общем, приезд президента мог бы стать главным событием прошедшей недели, но раз уж он не стал, у нас есть другое мероприятие. А именно? Вкусно-фест. Вкусно-фест. Ты успел его посетить? Да, посетил, только не с самого начала, то есть, к сожалению, не видел я вот этих основных моментов. Жар, прожарка баранов. Да, их там было аж пять штук. Слушай, у нас в гостях сейчас будет исполнительный директор Ассоциации промышленников-предпринимателей, это, собственно говоря, организатор этого вкусно-феста, но прежде посмотрим обзор Телеграма, Наташа, тебе слово. Глава Роскомнадзора заявил, что сможет заблокировать Телеграм уже до конца года с помощью системы DPI. Ну а пока мы продолжаем рассказывать вам о всяком интересном с просторов так нелюбимого российскими чиновниками мессенджера. Как сообщает канал 360 ТВ, родители курящих детей предложили наказывать по всей строгости закона. На первый раз шалость ребенка обойдется папе и маме в 3000 рублей, на второй – в уборку территории, где чадо бросило бычок. Также прозвучало предложение об аресте на 15 суток. Впрочем, наказание еще разрабатывают, фантазируют там наверху, как могут. Возможно, что после третьего раза родители начнут ссылать в Сибирь, кто знает. Впрочем, время для перевоспитания подрастающего поколения еще есть. Новый кодекс об административной ответственности вступит в силу через год. В Дагестане избили сторожа стоянки для коров. Да-да, вы не ослышались. Как сообщает канал МЭШ, сторож увидел, что по улице ходит бесхозная буренка. И сделал все, как положено, отвел ее в специальный приемник. А потому что в Дагестане коровы, как машины, только коровы. Горячий парень Шамиль хватился своей телке, пришел в учреждение. И чтобы не платить штраф, решил взломать замок и увезти ее просто так. Сторож прибежал на шум и возразил, что дама на вполне законных основаниях эту ночь проведет с ним. В итоге мужчины подрались, за обоими приехала полиция, оба написали заявление друг на друга. Ну а что? Драки из-за телок редко когда хорошо заканчиваются. В Мексике мэра города Лас-Маргарита, с какой красивый название, правда же? В хорхе Луиса Эскандона и Эрнандеса местные жители похитили здание администрации. Привязали к пикапу и протащили по городу. А все потому, что чиновник не выполнил обещание построить дорогу. В похищении мэра принимали участие примерно 50 человек, а в освобождении 40 полицейских. Мужчина остался жив. Будет ли построена дорога, пока неизвестно. А в Казахстане тем временем своя атмосфера. Как сообщает канал Лента Дна, там в школьном учебнике опубликовали стихотворение «Твори добро». То самое, что пела Шура в начале 2000-х. Вот она, настоящая классика. Ну а к нам присоединился исполнительный директор Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова, Татьяна Федоровна Белина. Татьяна, мы тебя приветствуем. Добрый день. Вводи пароль для Wi-Fi. Прекрасно. Александр, какой сегодня пароль? Пароль, да, нужно подключиться. Вот соседский Wi-Fi и вводим пароль, наверное, простой, да, пароль «Вкуснофест». «Вкуснофест». Да, проверяем. Что, не работает? Не работает. Тогда пробуем другой, наверное, какая-то сбой. Попробуйте ввести тогда следующий пароль «Жарю барана». А ты подготовлен, Александр, сегодня. Что, заработала? Вуаля. О, чудо! Так, Татьяна, мы тебя пригласили, потому что, реально, я считаю, мероприятие удалось, то есть этот «Вкуснофест», где, ну, я, наверное, не буду все рассказывать. Я дам тебе возможность высказаться, как все-таки все прошло. Вообще, сколько всего человек пришло? По нашей оценке, было около полутора тысяч человек. То есть кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то возвращался, покупал сыр. С часу дня и до 7 вечера народ находился на территории постоянно, был какой-то процесс, был постоянный движение. Зателялись в дома в это время, да? Кто из предпринимателей участвовал в этом мероприятии? Вообще, что там было? На самом деле, идея родилась в моей голове, да, я не постесняюсь этого сказать, что нужно провести мероприятие, связанное, скажем так, с едой. Потому что все, что связано с пищевкой, все, что связано с дегустациями возможными, да, с приготовлением при тебе, все это хорошо воспринимается всегда населением, потребителями. Поскольку так сложилось, что в соседних городах много таких мероприятий проводится, там, мы были в Нижнем на дне предпринимателя, да, мы, я посетила в Арзамасе мероприятие. Знаю, что в Мордовском заповеднике проводятся мероприятия, думаю, ну а чем же мы хуже? Надо попробовать собрать. Начали собирать предприниматели, те, кто занимается собственным производством, собственным изготовлением. Саровских, я так понимаю. Именно Саровских, да. Акцент Ассоциации промышленников делает исключительно, в основном, да, на местных предпринимателях и производителей. Конечно, мне пытались предложить, давайте пригласим иногородних участников. Для того, чтобы показать, как можно вести бизнес, как можно красиво все продавать, украшать, да, и продвигать. Я говорю, ну, если мы будем приглашать иногородних, мы, собственных предпринимателей, никогда не дадим им возможности развиться, да. Мы будем позволять вывозить деньги за город. Мы будем позволять размышлять и мечтать уехать отдохнуть за город. Ну, согласен, да, вроде иногородние, у них своя территория, да, и город, и открытые города, и у них как-то все равно своя система. Конечно. Мы будем говорить, налоги-то они платят там, где зарегистрированы, а все-таки, если ты саровский предприниматель, то и налоги ты платишь в Сарове, и зарплату платишь людям, которые работают в городе. А поскольку малый бизнес составляет, ну, не побоюсь этого слова, почти 80% от общей численности предпринимателей города, соответственно, его и надо культивировать, надо его взращивать. А где эта возможность? Помимо различных способов поддержки, которые там ассоциация оказывает, центр поддержки предпринимательства, да, нужно делать и такие мероприятия, где они могли бы себя публично продемонстрировать, сказать, где они находятся, чем они занимаются. Выбраться, наконец, из своих помещений, да, на публику. Собственно говоря, вот это легло в основу этой идеи создания. Открикнулись члены ассоциации, крупные игроки, которым интересно это движение, которые мыслят совершенно крупными категориями. Но я думаю, нет проблем их перечислить. Это не будет рекламы, я надеюсь. На самом деле, во-первых, мероприятие организовывала Ассоциация промышленников предпринимателей. Все члены ассоциации полноправно имеют все полномочия себя прорекламировать. Да, это и Саровский шоколад, который, все мы знаем его продукцию, да, его интернет-магазин. Это и Саровинвест со своей площадкой, да, со своими крупными проектами по строительству. По-моему, ребята настолько конструктивно работают, у них настолько слаженные коллективы, что мне с ними было приятно работать. Потому что тонкостей и нюансов, которые возникали при подготовке, возникало большое множество. Ну а еще кто? В основном это два крупных игрока, которые организовали это мероприятие. Минеральная вода и напитки. Это лимонады Сарова, которые? Это лимонады Сарова, да, они также приняли здесь организационное участие, помогали и советами, и делом. Я надеюсь, что будущие наши члены это перевозки. Фролов Алексей очень отозвался нам помочь с доставкой артистов. Это Петр Цой, который знаком с ребятами, которые флайерборд-шоу нам показывали, которые подсказывают тонкости. Я тебя немножко перебью. Я вот хочу сказать, если вы не видели, в интернете еще не находили, я предлагаю посмотреть. Вот у нас есть небольшие кадры в интернете размещены, съемок, вот шоу-выступления ребят на флайбордах, правильно они называются, да? В светодиодных костюмах, с файер-шоу, с салютом. Вот, Саша, поставь нам сюда, пожалуйста. Вот, в общем, красиво все достаточно прошло. Это было вечером уже в темное время суток. Так получается? У нас так получилось, что ребята-водники, да, они днем готовились, и была репетиция. Будет ли продолжение банкета? Он как с ежегодным или прям с периодичностью, там, весной, зимой? Вы знаете, я настолько не ожидала, что мероприятие получится таким насыщенным. Честно скажу, я его в комплексе сама и не видела. Я его только ощущаю, да, потому что я была в организационных моментах вся. Вот. И я увидела отклики от людей, от предпринимателей, в первую очередь, что они здесь получили, во-первых, удовольствие, во-вторых, они успешно там презентовали свою продукцию, да? Вот, что они прям убеждают меня, что это нужно проводить еще и еще и как можно быстрее. Вот. Поэтому, да, мы будем проводить его. Вопрос будет только в выборе месяца и даты проведения. Меня много пытались раскачать, пока готовились к этому мероприятию, да, и приходилось удерживать эту оборону, чтобы перенести мероприятие. На самом деле здесь все сложно у нас с городом. Если брать весну, там, например, апрель, еще холодно, еще сыро, брать май. У нас все уехали на огород. Да, уже дачный сезон. Уже дачный сезон. Брать лето. Все в отпусках, многие в отпусках стараются уехать в выходной день особенно, да? Начинается сентябрь. Вот в сентябре, пожалуй, можно будет это провести, да, чуть-чуть сместив вот с октября на сентябрь. Но опять же, заканчивается огородный сезон. И вот, пожалуй, начало октября, начало октября, на мой взгляд, оно самое оптимальное. Все уже успокоились, все домашние дела сделали, да? На самом деле, мы подготовились максимально, чтобы было комфортно тем, кто придет на мероприятие. То есть вот эти шатры? Эти глубокие шатры пятиметровой длины, да? Когда можно было предпринимателям поставить свои столы и оставить место для посетителей в случае дождя. Вот это, конечно, очень прекрасно. Слушай, я потом читал комментарии разные. Мужчина пишет, что шел посмотреть на три шатра с булочками, значит, а попал на день города. Вот, то есть, это я вот просто говорю о том, что уровень мероприятия был такой, что и конкурсы, как это, и тамада хорошие, да, и конкурсы интересные. Ну, тут, я так понимаю, люди просто впервые, и, может быть, с афишей, они действительно думали, что это действительно будет три шатра там с булочками, да, на самом деле. И попали на серьезные концерты, очень организованные программы. И песни были, и конкурсы розыгрыша призов были, и поедание пиццы я даже застал на время, кто быстрее съест этой пиццы. Ну, расскажи-ка про культмассовую программу, что там было, кто приехал, какие артисты. Значит, у нас предприниматель Виталий Витальевич Зюкин очень тесно взаимодействует с группой «На танцы» и «Летний день» — трио музыкантов. И он очень долго меня упрашивал, чтобы мы их привезли сюда на территорию, вот. Он пытался там различные мероприятия, ребята, включить. Ну, вот обстоятельства сложились так, что они вот вписались, вот концепт, вот «Вкусно феста» очень хорошо. И он полностью организовал, проспонсировал их присутствие на территории, да, вот подарил людям такой праздник. Ребята уже были у нас в городе, им понравилось, и вот они вновь откликнулись на то, чтобы посетить. Другая компания — это фотостудия «Рио». Они новые предприниматели, они размещаются в Центре поддержки предпринимательства на Октябрьской 13-й. Привезли «Фокусника», тоже они сами его проспонсировали, полностью организовали его приезд. То есть для детей какое-то еще размещение? Да, поскольку у них акцент большой на деток сделан, да, они проводят мастер-классы, вот, и вот «Фокусник» они тоже привезли. Да, я видел этот «Фокусник», который множил на глазах бутылки, очень много разных бутылок, то есть была одна, потом все больше и больше и больше их было. И, по-моему, был один «Фокус», просил он из зрителей купюру какую-то денежную, и он ее удваивал. Мне просто интересно было, если бы две тысячи принесли, реально было четырехтысячную, да, не улучшить. Или из пяти тысяч – десяти тысячную. Потому что надо по-чаще поднимать экономику города такими фокусами. Значит, мы устроили, значит, вот у нас флайербордисты были, кулинарное шоу. Идея очень интересная, потому что в живом формате ты общаешься с людьми, и вот это действие активное, да, провести. Вот у нас была идея организовать команды, молодежь, будущие предприниматели, сами предприниматели, поскольку мероприятие для них было там создано, да. Ну и, соответственно, органы власти, без которых просто бизнес не может существовать, да. Но это хороший тандем, который должен, имеет право и обязан сложиться на территории. Вот. Собрались команды, откликнулись активные депутаты, предприниматели, да. Я переживала, на самом деле, за это действие, потому что... Не прожарят? Не прожарят блины, не получится тесто. Ну, у нас тут тоже был тонкий момент, обязательно в команду внедрить женщину. Ага, по чутким руководствам, чтобы, да, да, сумеет управить этим процессом. Кто победил-то в итоге? Победила дружба, но... Все довольны, все сыты. Все довольны, все сыты, да. Но я считаю, что молодежь, которая захотела поучаствовать в этом конкурсе, это ребята, которые очень активно, они составляют актив молодежи города, да. И вот у них появилась такая возможность публично поучаствовать, да. Александр, не твои ли подопечные? Да, возможно, это студенты были с РФТЕ. Студенты и были как раз, да. Ну, я к этому и веду. К этому и веду, да, чтобы было услышано. Да, мы узнавали, действительно, ребята, оказывается, могут не только макароны быстрого приготовления есть, да, и там пельмени варить, но и... Мы, на самом деле, никому, вот других две команды не знали, что они будут готовить, потому что продукты мы выставили перед ними, непосредственно перед шоу, что они должны, вот что хотите, то и делаете, да. Вот, а ребята готовились, они нашли шикарный рецепт вот этого блинного, блинного там торта, но они креативно подошли к этому вопросу. Они не просто там блины с начинкой, а вот именно торт сделали, да. А жюри кто-то пробовал, кто оценивал, как происходила оценка работы? Жюри выбрали также из представителей предпринимателей, выбрали из представителей органов местного самоуправления, вот, я была в жюри, Алексей Волгин у нас был представитель торгово-промышленной палаты. На самом деле у всех были съедобные блины, все молодцы. Участники накрыли поляну. А у предпринимателей у них было, вот, ну, когда они все в палатках, да, находились, какой-то конкурентная борьба между ними? Ну, например, почему у того там побольше народу стоит, у нас поменьше? С их стороны я отрицательных отзывов вообще не слышала со стороны предпринимателей. У них у всех и подозреваю, там, сохранив коммерческую тайну, не будем это обсуждать. А я только хотел спросить, какая выручка? Выручки хорошие, вот поскольку они попросились еще раз. Так что здесь у нас начало положено, собственно, здесь нет предела совершенству. Мы будем только двигаться вперед и добро пожаловать члены ассоциации. Потому что в первую очередь, поскольку у нас количество растет, я, конечно, усилия буду направлять на работу и на продвижение исключительно наших членов. Помимо кулинарного направления, есть там идеи, чтобы сделать фестиваль еще в какой-то сфере? У меня уже есть мысли по двум мероприятиям, которые, одно из которых мы проведем в конце ноября. Это связано с нашим реальным сектором экономики, там, с реальным бизнесом. Аночек. Выставка, как я назвала ее уже, народных достижений саровского хозяйства. Своего ДНХ, конечно. Выставка достижений саровского хозяйства. Своего ВДНХ. ВДСХ. ВДСХ. Ребятам тоже говорю, помимо того, что здесь будет техника, технологии, новатика, те, кто занимается производством пищевой промышленности, тоже welcome. Но опять же скажу, что это будет исключительно для членов ассоциации. То есть это внутреннее уже мероприятие. Поэтому, да, у нас достаточно много в членах промышленников. Но задача ассоциации стоит в том, чтобы укропнять и привлекать любой бизнес в наше членство. И здесь руководству города, руководству градообразующего предприятия, я планирую представить все-таки широкий спектр продукции и предприятий, и предпринимателей, которые занимаются непосредственно производством. Вот такой вопрос, он меня немножко волнует. Вообще, как с ЦПП? Да, дело в том, что Центр поддержки предпринимательства непосредственно работает с бизнесом. И наше мероприятие, оно как раз нацелено на то, чтобы осуществлять взаимодействие бизнеса и власти. И девочкам очень большое спасибо, и Марии Юрьевны особенно, потому что без них было бы гораздо тяжелее. Да, мы тоже бы провели это. Но сама идея объединения бизнеса и власти, она неразделима. И здесь ЦПП как раз является тем связным мостиком между властью и бизнесом. Но сегодня большой упор все-таки делается и со стороны правительства на поддержку бизнеса. Можно, еще раз повторюсь, оказывать финансовую поддержку, а можно оказывать организационную поддержку. Можно просто по плечу похлопать. Можно просто по плечу похлопать. Молодец, хорошо работали. И здесь они не только хорошо сработали, но и на самом деле оказали полноценное партнерское сотрудничество. И за это им большое спасибо. Ну что, на этой позитивной ноте и закончим. С вами были Петр Смирнов и Александр Самофал. Татьяна Федоровна Бельна, исполнительный директор Ассоциации промышленников предпринимателей Сарова. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»